Пятиклассник Алёша проснулся рано, выглянул в окно и увидел на асфальте огромную надпись. «В смысле, до свидания? Ты же говорил вначале, что я тебе нравлюсь». Алёша сразу вспомнил вчерашнюю ссору с одноклассницей Кристиной и, посмотрев ещё раз на надпись, подумал, что-то тут не так. Все эти слова он видел в самых популярных запросах Гугла. Он сфотографировал надпись на смартфон и решил выяснить, какие же слова написаны неправильно. В первую очередь смущало это «в смысле». Как раз накануне Алёша прочитал о том, что тюменские филологи обнаружили новый союз «в смысле, им можно заменять привычное», то есть «пример. Я недавно дал дуба в смысле отоварился мебелью отечественного производства из массива замечательного российского дерева». «В смысле, и в роли существительного с предлогом, и в роли предлога, и в роли союза» пишется только раздельно. Смущало и странное слово «до свидание». В русском языке его не существует. Есть существительное с предлогом «до свидания». Кстати, все эти слова «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» в русском языке вообще очень интересные. Насчёт слова «спасибо», например, в котором можно увидеть слова «спаси» и «бог», есть такой миф. Якобы оно появилось после революции 1917 года, когда «бога запретили». Но на самом деле это не так. Привычное нам «спасибо» употребляется с 16 века. Слово «здравствуйте» произошло от пожелания «здоровья», именно поэтому после «здра» не стоит забывать писать букву «в». Ну а в слове «пожалуйста» можно обнаружить старую частицу «ста», которую мы сейчас не употребляем. Само же слово образовано от глагола «жаловать», то есть «дарить». Получается, что буквально «пожалуйста» означает «дарю», потому что «люблю». Алёша так увлёкся происхождением этих слов, что забыл о ещё одной ошибке в надписи на асфальте «в начале». В этом случае нужно не раздельное, а слитное написание. Это наречие. А вот если поставить какое-нибудь зависимое слово, ситуация изменится. Например, в начале урока, в начале книги. Алёша позвонил Кристине, извинился и предложил пойти и вместе исправить ошибки на асфальте.